Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите Вся страна скорбит пожертвованием терактов в Крокус-Сити-Холле. Сейчас надо сплотиться и быть более внимательным. В Риме, в котором мы живем, очень непростое. Жителям Ленинского округа напомнили о правилах безопасного перехода через железную дорогу. В прошлом году у нас погибло 4 человека. Состоялось торжественное награждение победителей конкурса «Самый читающий класс». Это один из самых любимых конкурсов, так как детям очень нравится. Россияне скорбят пожертвованием терактов в Крокус-Сити-Холле. По всей стране появляются сотни стихийных мемориалов, к которым люди несут цветы, записки, свечи, лампадки и игрушки. Ведь в теракте в том числе погибли дети. Появился такой мемориал и в Видном. С утра субботы люди несли цветы к мемориалу, который организовали у Вечного огня памятника погибшим в Великой Отечественной войне на Аллее Славы. Здесь же субботним утром по инициативе сторонников партии «Единая Россия» состоялся импровизированный митинг. Сейчас надо сплотиться и быть более внимательными. Время, в котором мы живем, очень непростое. Потомки смогут его анализировать, а мы с вами в нем просто живем. Заместитель председателя Совета депутатов округа Валерий Черников рассказал, что несколько жителей муниципалитета были в момент совершения теракта в Крокус-Сити. К счастью, им удалось спастись. С моего округа житель был там, как раз в зоне событий. Получилось у них убежать оттуда. Приехал домой, я звонил, спрашивал. Даже вот сложно подобрать слова, чтобы поддержать тех людей, которые оказались в такой ситуации. Потому что это боль, это ужас, это страх. С просьбой помолиться за погибших к собравшимся обратился благочинный Видновского церковного округа и романах Сафроний. Что мы сейчас можем сделать для наших собратьев и сестер убиенных? Так это действительно помолиться о блаженной участи их загробной жизни, о блаженном упокоении их, о том, чтобы Господь простил их грехи и вселил их в небесное царство. К мемориалу люди принесли не только цветы, но и лампады, и детские игрушки. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Видное скорбит вместе со всей страной. На здании администрации округа приспущены флаги, а на электронных информационных счетах горят свечи. К мемориалу в центре города представители администрации Ленинского округа и жители муниципалитета шли все выходные. За два дня здесь появилось множество цветов, игрушек и свечей. Поток людей не останавливался. У многих на глазах слезы. Теракт в Крокус-Сити-Холле уже сейчас признан одним из самых страшных в новейшей истории России. Это большая трагедия. Это даже не объяснить словами. Просто до речи потеряли, когда об этом узнали, увидели. Это наш долг прийти и отдать память тем, кто погиб в этом теракте. Это наш долг, это зов нашего сердца, это крик нашей души. Я считаю, что каждый россиянин здесь должен быть. Это память о погибших, чтобы им больше воссоединилось для предотвращения дальнейших ситуаций. Чтобы просто наш народ креп с каждым днем больше и больше. Все мы единый народ, единое целое. И в такие моменты видно, что мы все сплочены, несмотря ни на что. Поэтому мы здесь, хоть как-то, скажем так, поддержать, увековечить память о погибших. А 24 марта, в день общенационального траура, наш муниципалитет присоединился к всероссийской акции памяти жертв теракта в концертном зале. Ведновчане собрались на Аллее Славы вечером в 19.55. Это время начала теракта 22 марта. Молодые гвардейцы из «Единой России» выложили надпись к року «Скорбим» из более чем 600 горящих свечей. Общая скорбь по жертвам теракта объединила всех присутствующих. Я не представляю, как можно быть настолько жестокими и настолько бесчеловечно относиться к людям. Мирным людям, которые просто пришли провести как-то свой досуг. Привели детей, родители пришли, близкие. И вот так поступать с людьми – это просто ужасно. Это ужасно настолько, что нет слов сегодня. Их просто нет. Равнодушных и непричастных к этой трагедии не осталось. И люди, у которых есть сердце, переживают и скорбят со всеми семьями, кто потерял близких, скорейшее выздоровление, кто находится сейчас в тяжелом состоянии. Хочется сказать спасибо всем жителям Ленинского городского округа, которые вторые сутки идут сюда, к обелиску, для того, чтобы поклониться памяти малышей, ребят, взрослых, людей, которые пришли в пятницу в Крокус-Сити, а уйти оттуда уже не смогли. А теперь переходим к другим новостям. Жителям Ленинского округа напомнили о правилах безопасности перехода через железнодорожные пути. На станции Расторгуева был проведен профилактический рейд «Сохрани себе жизнь», направленный на повышение безопасности на железной дороге и выявление нарушителей. Подходит к концу обычный рабочий день, люди спешат домой. А кто-то в стремлении скорее попасть в родные стены прибегает к экстремальным методам проезда. 99 рублей – максимальная цена за поездку на электричке с платформы Расторгуева до Павелецкого вокзала без учета скидок и льгот. Ради незначительной экономии некоторые готовы совершать необдуманные поступки, которые могут привести к печальным последствиям. В прошлом году у нас погибло 4 человека на железнодорожной транспортной инфраструктуре. В этом году уже погибло 3 человека. Под патронажем Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проходит совместный рейд «Сохрани себе жизнь». Цель – не только засечь нарушителей, но и спасти граждан от необдуманных поступков. Большинство жителей соблюдают правила безопасности на железной дороге. Своевременно нужно оплачивать проезд на железной дороге для электричек и поездов и не перебегать. Все это опасно для жизни, если человек нарушает правила. Лучше оплатить проезд и просто спокойно сесть на электричку, нежели бегать, подвергая опасности себя. Потому что много людей, которые не замечают поезд, они бегут. Нашлись и те, кто, несмотря на проводимый рейд, пересекал пути напрямик, перемещаясь с платформы на платформу. Прям камеру, да? Прям красава. Отлично. За правонарушение молодым людям грозит штраф. Существенно подняли штрафы и надеемся, что они помогут уменьшить статистику нарушений. За неправильное пересечение железнодорожных путей с августа месяца 2003 года введены новые штрафы в размере 1500 рублей. Приобретение билета и перехода пути в предназначенном для этого месте достаточно, чтобы обезопасить себя. Не подвергайте жизнь опасности. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Во Дворце культуры «Видное» прошло торжественное награждение победителей конкурса «Самый читающий класс». В этом году его участниками стали более 3000 школьников из 15 образовательных учреждений округа. На книжном празднике побывала наша съемочная группа. Большим детским праздником подвели итоги конкурса «Самый читающий класс». В этом году книжное соревнование было посвящено 130-летию со дня рождения писателя Виталия Бьянки и столетию основания журнала «Мурзилка». Именно на эти темы были подготовлены коллективные творческие работы от каждого класса. Мы с ребятами знакомились с рассказами Виталия Бьянки, внимательно анализировали каждый рассказ, далее ребята самостоятельно готовили рисунки, они были определенных требований в природном стиле. Рисунки по буквам, там надо было, нам задавали какую-то букву, и мы рисовали к ней рисунок. Вот у меня попалась буква «Ш», и я нарисовала «Шмелей». К оформлению авторских книг ребята подошли с большой ответственностью и огромной фантазией. Выбрать лучших конкурсной комиссии было непросто. Мы старались, у нас два листочка про воздух и про мышцы. Мы очень долго занимались и находили информацию. Мы всегда приглашаем жюри, мы сами не оцениваем работы, компетентные жюри. Они рассматривают работы с технической точки зрения, как нарисовано содержание, выставляют баллы, подводят итоги, и уже на основе вот этих выставленных баллов мы определяем победителей. Перед началом торжественного награждения мальчишки-девчонки активно участвовали в конкурсах и мастер-классах. Захар Чикин стал неоднократным победителем викторины «Вкусные загадки». За каждый правильный ответ он получал конфету. И даже интервью давал с карамелькой за щекой. Я рисовал перчатку, и там был рисунок капибара. Многие ребята впервые принимали участие в конкурсе, а вот ученики третьего А-класса видновского художественно-технического лицея соревнуются за титул самых читающих каждый год. Это один из самых любимых конкурсов, так как детям очень нравится. Всегда с любопытством, с нетерпением ждут задания. Ну и потом, конечно, мы делимся на группы, и каждая группа выполняет свое задание. Мы любим читать в классе разные стихи, рассказы про животных, потому что мы с Машей очень животных любим. Особенно котиков читаем про них много. Если дома, то автора холи-вэпомжа. Да, я тоже. Там про животных говорят, рассказывают. Истории разные. После интерактивной программы в концертном зале прошло торжественное награждение победителей. Поздравила ребят с успешными результатами заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. Читающий человек, человек грамотный, человек с интеллектом, читающего человека. Обмануть, обвести вокруг пальца невозможно, потому что есть интеллект, есть умение развиваться, умение находить нужные ответы в книге, дружить с книгой. Почетные дипломы вручали в нескольких категориях. Одна из победителей в номинации «Самый читающий ученик» Марина Бекерян. Я участвовала, ну, кто лучше читает, и я прочитала 80 с чем-то слов в минуту. Первое место и звание «Самый читающий класс» разделили учащиеся 2-го Г из видновской школы номер 2 и 3-й А видновского художественно-технического лицея. Гран-при конкурса тоже достался лицеистам. Обладателями высшей награды стали ребята из 2-го Д-класса. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Берегите себя и своих близких.